Дико харизматичная штуковина, все что я могу про этот байк сказать Вы меня об этом просили, получайте британская классика, ретро стилистика, чопорность и пижонство Это Triumph Bonneville Bobby Как в старом анекдоте, теперь все равно ко главному Силовая установка Тут нет ничего такого, что могло бы стать серьезным сюрпризом, потому что это рядная двоечка Между прочим, именно Triumph та самая марка, которая сделала рядный двухцилиндровый мотоциклетный мотор Классикой всей британской мотоиндустрии Сделала она его классикой в 30-х годах, когда появилась модель Speed Twin Эту тенденцию подхватили другие производители, Royal Enfield и BS Ainer, правильно называть эту марку И другие мотокомпании, но именно с Triumph все и началось И они, разумеется, за этот мотор, ну не сказать, что цепляются, но используют его очень активно В этом их фишка Объем двигателя в нашем случае 1200 кубиков Но эта версия T120 есть Bonneville T100, у которого мотор поменьше Кстати говоря, очень похожая история у Harley-Davidson Sportster С которым постоянно возникают параллели, когда говоришь про этот мотоцикл Мощность 77 лошадиных сил, крутящий момент 106 ньютон-метров Есть нюанс, на который самые внимательные зрители на такие вопросы, наверное, обратят внимание Почему у T120 стандартного 80 лошадок, а здесь на 3 лошади меньше Куда они сбежали, кто их украл, какие цыгане А дело-то в том, что мотор чуть иначе настроен Здесь момент сдвинут на низкие обороты То есть мотоцикл такой более приемистый Но на верхах мощности поменьше Впрочем, это не тот байк, двигатель на котором будут часто выкручивать взвон Что еще сказать? Система впуска, разумеется, современная, электронная Вообще ручка газа связана с мотором только по проводам Однако здесь сделана стилизация под такие олдскульные карбюраторные дела Потому что это ретро-байк Что касается красотного, вот посмотрите на эти металлические элементы Они действительно очень-очень красиво выглядят Прям вот притягивают взгляд И если вам нравится вот ретро-стиль, то черт возьми, единожды все это увидев, уже не забудете Что касается всего прочего, то здесь есть еще масса любопытных деталей Давайте смотреть Если вы спросите меня, чем отличается Bonneville Bobber от просто Bonneville И есть ли таковые отличия, ну серьезные, настоящие отличия Я вам отвечу, они есть Более того, их можно, знаете, локализовать Потому что вот эта часть мотоцикла отличается радикально по-настоящему Отличий два Во-первых, вы смотрите на мотоцикл сбоку И в первый момент вам кажется, что здесь рама Хартейла Задней подвески нет вообще Это, разумеется, видимость Потому что 2017 год на дворе И на мотоциклах без подвесок-то нынче не ездят Мы заглядываем под седло И видим здесь моноамортизатор Каяба, ход 77 мм, если мне память не изменяет То есть задняя подвесочка присутствует Что особенно забавно, конструктивно вся эта история чертовски сильно напоминает Харли Дэвидсон Софт Тейл В общем и целом Правда, там амортизатор в другом месте стоит Но как бы то ни было Так что подвески тут обе в наличии Второе отличие Седло Это действительно Боббер Это мотоцикл-эгоист Это одноместная машина С наряднейшим Отлично качественно сделанным седлом Вот тут такая даже есть нарядная табличка Триумф Металлическая основа Приятно отполированная И даже трогать приятно Отличная кожаная отделка Все сделано со стилем То есть, понимаете, над этим седлом работали плотно и по-настоящему Оно очень продуманное Оно очень круто выглядит На нем приятно сидеть, на него приятно смотреть Больше того, оно регулируется То есть, если что надо отвинтить То можно его сдвинуть назад и вперед Или вверх-вниз Вообще, знаете, маркетологи всегда любят рассказывать Это первый мотоцикл, у которого Ну и далее по тексту Так вот, это первый мотоцикл в классе подобных байков У которого регулируется водительское сиденье На самом деле, это не имеет небольшого значения Но оно регулируется, это хорошо Заднее крыло тоже в таком ретро-стиле сделано Цветотехника, все остальное Все детальки, все нюансы Под старину Это очень круто Теперь давайте посмотрим на переднюю часть машины Потому что тоже есть фишечки Ну что ж, присядем на мотоцикл Пока так пристрелочно Седло действительно чертовски удобное Я вас не обманул Что у нас здесь? Во-первых, бак Он такой длинный, изящный, небольшой То есть, действительно небольшой В нем 9 литров бензина помещается То есть, ну это городской мотоцикл, понимаете, да? Про дальнобой здесь особенно никто не думал Приборочка Она, в общем, сделана аскетично И в некотором роде стилизована под старину В некотором роде, не более того Но в ней есть экранчик Есть маршрутный компьютер Есть кое-какая электроника Есть два разных режима движения, между прочим Но о них чуть позже Хотя, что позже, скажу сейчас Есть дорога, есть дождь, ро-террейн То есть, есть дождевой режим И... не дождевой То есть, все по-современному Она, более того, регулируется Если отщелкнуть зажим То вот, пожалуйте, можно менять угол наклона То есть, все продумано Вообще, Bonneville интересен тем Я имею в виду Bonneville Bobber в нашем случае Что мотоцикл действительно выглядит Как ретро-байк Но при этом он реально современный Тут полно новомодных систем Но они не бросаются в глаза На самом деле, масса нюансов Зеркала на краях руля Очень такая именно боберная фишка На самом деле, такие же встречаются и на других моделях Но здесь они вот очень уместно смотрятся Их, кстати говоря, можно вообще поставить Знаете, зеркалами вниз Так делают иногда Ну, чтобы выглядело эффект Не знаю, насколько это будет удобно на практике Маленькая хромированная фара Опять же, в стиль Прям попадание стопроцентное, на мой взгляд Вот эти резиновые накладки на вилку Куча мелочей Потому что, скажем, вот эта металлическая панель Ну, согласитесь, круто смотрится С этой триумфовской эмблемой И даже если слезть, то вот тут аккумулятор упрятали в такой ящичек Пусть пластиковый, но тоже Сделали так, чтобы все было в стиль И никакие лишние элементы в глаза не лезли Что касается вилки Это Каяба Диаметр перьев 41 мм Ход 9 см Не сказать, что его много Кстати, чтобы не забыть потом, скажу сразу Вот у обычного Bonneville Т-100 Ход подвески больше на 3 см Там 120 мм, здесь 90 мм Вот так вот сделали Вообще, что важно отметить Это мотоцикл При том, что, казалось бы, это просто одна из модификаций серийной модели На самом деле изрядно доработан То есть задняя подвеска, сиденье, двигатель Все это создавалось как бы специально именно для Боббера То есть, в общем, его действительно можно считать отдельной моделью Вот это важно, это интересно Ну и под занавес, перед тем, как мы с вами перейдем к катательной, скажем так, части Напомню, что вот этот индекс Т-120 Когда он появился, примерно 60 лет назад Когда началось производство того старого классического Bonneville Оно означало не что иное, как максимальную скорость в милях И вот по большому счету, с тех пор максимальная скорость таких мотоциклов Она не стала больше Вряд ли это принципиально более быстрый байк Но он сегодня смотрится как-то особенно кайфово Вот когда-то подобные машины строились в гаражах Это были переделанные серийные мотоциклы Сегодня уже на заводе делают вот эти вот кастомные стилизации прошлых лет И, черт возьми, ужасно приятно эта машинка выглядит Так и хочется поскорее завести и погнать Ну и знаете, самая последняя вещь, о которой надо сказать Что? Спецованные колеса Это и стиль, и... Ну, да, это смотрится круто Помимо колес тормоза Впереди однодисковые Вот хватает этого или не хватает? Посмотрим, самому интересно Ну, чтобы это выяснить, есть только один способ Завести мотор и погнать Погодка, ядость, я вам скажу, гадость Я вообще хотел этот тест отменить, но потом я посмотрел на прогноз И понял, что в ближайшие две недели ничего лучшего нас не ждет Поэтому я включил на всякий случай дождевой режим Вот на этом мотоцикле, который выглядит как, я не знаю, машина из прошлого, где-то 50-летней давности Тут есть все, и дождевой режим в частности Впрочем, режимов два Дорожный и, собственно, дождевой Чтобы перейти с одного на другой, нужно нажать кнопку Выжать сцепление и полностью отпустить ручку газа С другой стороны, слишком-то многое не изменится Потому что и АБС, и Трекшн Контрол, которые здесь тоже есть Они будут работать в своем обычном прежнем режиме Изменяется исключительно отклик на ручку газа В дождевом, понятно, он становится таким слегка замедленным В общем, про электронику, пожалуй, все Хотя нет, какое там все Ручка газа тоже электронная Тросики это прошлое От прошлого здесь внешность, формы, какие-то фишечки Но технологии современные Что касается мотора Его хватает по городским меркам более чем Более того, вот эти вот настройки, о которых я говорил Которые подбирались специально для модели Гоббер Они действительно городские Потому что это мотоцикл, на котором легко и удобно двигаться На абсолютно любых скоростях От около нулевых до, ну скажем так, предельных по городским и пригородным меркам Это не спортбайк, разумеется Выкручивать мотору в звон Это преступление против человечества на таком мотоцикле Тут на моменте надо катиться, на средних оборотах Когда, знаете, такой хороший, плотный, мясистый подхват дает двигатель Разумеется, не надо ждать сокрушительной динамики Но резвости ждать стоит Она здесь есть Кстати, об оборотах Цифровой тахометр полагается покупателю Гоббера Это одна из функций, одна из возможностей Маленького экранчика на приборной панели Собственно, вся панель из одного, по сути, прибора, спидометра Кроме того, есть экраны и некоторые обязательные лампочки Сигналы поворотов, нейтралка, все такое Коробка передачи шестиступенчатая Переключается очень хорошо, легко и ловко С поиском нейтрали никаких проблем Это, как вы, наверное, догадались, привет компании Harley Davidson У которых пойди-то найди эту нейтралку-то иной раз Здесь все как часики работает Вообще, часики я не случайно вспомнил Потому что мотоцикл реально напоминает часы Такую старомодную механическую штуковину Которая в инженерном отношении доведена до идеала Хотя, строк говоря, технически уступает многим современным аналогам Вот этот мотоцикл история как раз из той оперы Что касается тормозов, то я по чоперной привычке пользуюсь и задним тоже И торможу обычно двумя На пару они справляются с осаживанием мотоциклов На пятерку тут вопросов нет Что касается подвески, то когда пролетаешь Лежащих полицейских на скоростях больше положенного Ну, есть ощущение, что ходы бы ей добавить слегка так немножечко С другой стороны, это же не просто городской мотоцикл Это европейский городской мотоцикл Где, в принципе, не принято исполнять все то, что исполняют на мотоциклах у нас И принято делать дороги нормальными А не такими, какими они бывают даже в самых крупных городах России В Москве в частности Это мотоцикл для тех, кто ездит по хорошим, качественно сделанным, выразимся так, городам По правилам дорожного движения Вот в этих условиях Бобер, если не идеален, то близко к тому Руль, кстати говоря, он с одной стороны достаточно широкий, чтобы было легко управляться с мотоциклом А мотоцикл очень маневренный, кстати сказать На него прям садишься и сразу все понимаешь про него Разворачивается легко просто на пятачке Рулиться, ну, легко и просто, как игрушка, как велик практически Так вот, руль с одной стороны не слишком маленький, но с другой он небольшой То есть межрядье-то без проблем Вот с точки зрения городского применения Бобер продуман практически идеально И да, я готов повториться Сиденье здесь, это шедевр Оно удобное, оно красивое Оно, ну, близко к эталону По боберным, повторюсь, меркам Вообще, когда тут едешь, чувствуешь разницу между Вэтвином и рядной двойкой Ее на самом деле сложно передать словами Но характер вибраций, характер подхвата у этих моторов разный Вот, казалось бы, один объем, одна мощность Если взять похожие вэтвины и рядные двойки Но они по-разному звучат, они чуть по-разному едут Они по-разному, ну, вибрируют, что ли, при всем при том Это ведь тоже часть характера мотоцикла Ну, в общем, Триумф это действительно марка с душой и атмосферой В этом, конечно, фишка Что касается органов управления, пультов на руле Тут даже сказать особенно нечего В общем, госстандарт Все находишь именно там, где оно и должно бы быть Есть маршрутный компьютер, на который, опять же, можно вывести обычный набор данных Так что, в общем, что касается эргономики Тут нет мелочей, на которые стоило бы обращать внимание И, кстати говоря, вот эти маленькие зеркала на краях руля Они, как бы странно это не звучало, достаточно эффективны То есть, поначалу я их просто не настроил под себя И мало что видел вокруг, к сожалению Но вот на первый час на новке поставил так, чтобы было удобно И проблем вообще никаких Байк, разумеется, предполагает тюнинг Об этом подумала уже компания Триумф В частности, кстати сказать Вот этот руль можно заменить на Эйпхэнгер Он представлен уже в заводском каталоге Наверняка стоит не так мало, как многим хотелось бы Но, тем не менее, он существует И, кстати говоря, зеркала вот эти самые на Эйпхэнгере Рекомендуется ставить вверх ногами Жалко, нет возможности попробовать Это было бы интересно Ну и как резюме Маленький, легкий, маневренный Достаточно заводной городской байк От него не стоит ждать бешеной динамики, разумеется Но он удобен, приятен И, в принципе, делает все то, что нужно делать в городе Причем вот этот дух ретро, он не только в дизайне Он во всем-то Едешь на этом мотоцикле и как будто проваливаешься сквозь десятилетия куда-то назад В те далекие времена, когда британцы жгли и рулили В те далекие времена, когда японцы только начинали завоевывать Иоспоримое теперь превосходство Понимаете, это действительно памятник другой эпохи При том, что сам по себе мотоцикл в техническом отношении Это детище дня сегодняшнего И, в общем, мое короткое и дождливое, я бы сказал, знакомство с Боббером на этом заканчивается Так что все, время глушить двигатель Ху, гвоздолимотик какой чистенький-то был недавно Вот знаете, в какой-нибудь Испании эти плюс 6 градусов считались бы аномально морозной зимой А у нас весна уже, мотосезон, понимаете Мало, товарищи, мало Вот серьезно говорю Байк вообще, он удивительно радует сочетанием внешнего стиля и своего характера Вот он слитный, он цельный, он монолитный Это реально такая клевая ретро-штуковина Очень хороший городской вариант Ну, понимаете, я вроде бы насладился, немножечко прокатился, снял для вас видос И сейчас пойду домой Отчасти по той причине, что цена этой штуки миллион рублей И вот кто-то скажет, что много Кто-то скажет, да я лучше за эти деньги Кто-то скажет, что на пол не стоит своих денег Но знаете, это разговоры в пользу бедных Тех, у кого нет миллиона, чтобы отдать его за игрушку Я к этому числу отношусь сам На самом деле, вот я не люблю оборудовый заводской кастом Он мне кажется каким-то выдуманным, маркетинговым и несправедливым Потому что кастом он один Но в данном случае это действительно так Потому что британцы, они вообще попали в струю Дизайнеры, мне кажется, делали его с душой Потому что это вот действительно такой клевый британский эгоист Клевый британский городской байк Наверное, такие когда-то выкатывались из гаражей Где-нибудь на окраинах Лондона Но они были попроще, подешевле Они были сделаны из того, что подалось под руку Это дорогая, роскошная вещь, с этим надо смириться У меня все, лайки, дизлайки, подписки, перепосты, как положено Ну, в общем, мне жалко с ним расставаться Но пришло время, пока Субтитры сделал DimaTorzok